В Люберцах обсудили проблемы дольщиков. В администрации депутаты Мособлдумы провели выездное заседание рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Также во встрече приняли участие представители Министерства строительства региона, застройщиков жилых комплексов и, собственно, те горожане, с которыми пока не полностью решены вопросы получения квартир. Товарищи получили квартиры, довольны, я вас поздравляю, хорошо, но мы не получили. И у нас проблема заключается вся в том, что нам постоянно говорят, что вот-вот-вот сейчас администрация заключит договор. Дмитрий Королев – один из дольщиков ЖК «Сосновый Бор» в Октябрьском, который до сих пор не получил свое жилье. Однако сейчас судьба 54-х человек, которые первыми вложились в эти квартиры, еще в 2001-м, наконец, начинает решаться. Застройщик не выполняет свои обязательства по соглашению по передаче квартир-дольщикам. Сейчас совместно с правоохранителем мы эту проблему пытаемся решить. На выездном заседании было принято решать судьбу долгостроя на отдельной встрече с застройщиком и представителями Минтранса области. С подобными проблемами долевого строительства в Люберцах борются активно, но все еще пока они имеются в Малаковке и Кореневе. По недостроенным объектам у нас, я считаю, самый главный и больной вопрос – это завершение жилого комплекса «Грин-Сити». Застройщик державы «Строинвест». В настоящий момент работы выполнены более чем на 85%. Закрыт тепловой контур. Сегодня будет пуск тепла, осуществленная корпуса. По словам Сергея Таневского, Минтрансобласти совместно с местными властями нашли источник финансирования. Два застройщика готовы завершить работы. И, вероятно, долгострой же, как Грин-Сити, закончит уже в конце текущего года. Проблема обманутых дольщиков – это проблема не сегодняшнего дня и даже не вчерашнего. Это некое хроническое состояние, которое так или иначе допустило законодательство Российской Федерации в сфере строительства, долевого строительства жилья. Правда, по целому ряду изменений в законы, в законодательство, эти вопросы так или иначе решаются. Также на выездном заседании рабочая группа рассмотрела состояние строительства еще девяти проблемных объектов Юго-Востока Московской области. Это Жуковские, Котельники, Раменские и Коломенские районы. Пути решения в каждом случае искали индивидуально. Избежать подобных неприятностей жилищным строительством получится в дальнейшем, говорят депутаты. Несенные поправки в законодательство исключат возможность появления таких ситуаций. Президент сказал о том, чтобы Минстроя ЖКХ России разработал механизм о том, чтобы постепенный переход от долевого жилищного строительства, от договоров долевого участия в жилищном строительстве на проектное финансирование. Это когда застройщик имеет банковскую финансовую поддержку для реализации того или иного проекта. Подобный механизм позволит даже в самой сложной ситуации включиться в дело банку, помочь застройщику. Надо сказать, что на мероприятии также приняли важное решение. В каждом муниципалитете Подмосковья создадут отдельную рабочую группу по вопросам обманутых дольщиков для информирования участников долевого строительства и решения проблем долгостроев. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин